Сколько же нужно отдыхать между подходами для роста мышечной массы? Итак, можно сказать просто. В изолированных упражнениях отдыхаете от 1 до 2 минут, а в многосоставных упражнениях от 2 до 3. Но не все так просто, давайте разбираться. Все исследования показывают лишь одно, то что для роста мышц важен объем тренировочных нагрузок и также прогрессия весов. Допустим, вы тренируете тяжело спину. Если вы будете отдыхать не 3-4 минуты и более, а всего лишь 30 секунд, то вы не сможете выполнить должным образом ваш тренировочный план, а также выполнить объем нагрузок для роста мышц. Ведь чем больше мышечная группа, тем больше отдыха ей нужно между подходами. Просто чтобы вы восстановились и мышцы получили достаточное количество кислорода, и вы смогли должным образом выполнить дальнейший подход. Но есть такой способ тренировок, как дропсеты или отдых-пауза. Там увеличивается количество подходов, но объем нагрузок тот же самый. Допустим, вы качаете ноги. Ваша задача выполнить 5 тонн за тренировку. Нету разницы, вы будете это делать дропсетами, отдыхать по 30 секунд и выполните 5 тонн, либо вы будете отдыхать 3-5 минут и выполните за 3 подхода те же 5 тонн. Важно объем нагрузок за тренировку, а также за неделю. В общем, мы поняли, что отдых между подходами в различных упражнениях, он разнится и может быть меньше и больше. Но главный фактор это тренировочный объем, а также грамотный объем нагрузок, также адекватный вес отягощения, работа в отказ или около отказ, должное восстановление, правильное питание при правильном соотношении белков, жиров и углеводов. Все это, в общем, дает стимул роста мышц. А если вы хотите подсушиться и привести себя в должную форму, пишите мне на консультацию, и я вас приведу к желаемому результату.